Дай, каждый день ходит путем твоим, и даже если что снимаете, убирайте терапору. Давай, бой, бой, давай. Ну что, друзья, всем здорово, всем привет, вы на канале Кофе с молоком. И в этом видео я поеду встречать Прышес в аэропорт. Прошло целых, целых два с половиной месяца, как Прышес меня кидануло, оставила меня одного в этой хате. Все-таки она решила вернуться, решила вернуться, и через несколько-несколько часов мы уже поедем встречать ее в Новосибирск. Но перед тем, как мы поедем встречать ее в Новосибирск, я решил приготовить это что-нибудь вкусненькое. Так как приедем мы достаточно поздно ночью, в пол первого, в пол первого ночи мы приедем, и чтобы мы встали, что-то вкусненькое в холодильнике у нас уже завалялось. Вот, поэтому, поэтому я вам покажу, как я готовлю лапшу с фаршем, ну и к этой лапше с фаршем, я думаю, сделаем какой-то небольшой вкусненький салатик. Напишите в комментариях, как вы готовите подобное блюдо Может быть есть какие-то более сексуальные салаты, чем приготовлю я Я лайкаю все комментарии, комментирую все комментарии И все свои комментарии, которые я комментирую, тоже комментирую и тоже лайкаю Так что, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, здесь будет весело Так, как известно, любое блюдо, любое блюдо начинается с чего? начинается с досточки, совершенно верно. И на этой досточке самое первое, что мы сделаем, это порежем лук. Так, стоп. Порежем лук. Эх, лук-лучок, золотая луковица, ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка. Эх, лук-лучок, золотая луковица, ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка. Ну, а мы продолжаем. Так, друзья, режем лук. Лук режем по своему самочувствию, еще раз повторяю, по своему самочувствию. То есть, если вы пришли с работы, у вас все очень сильно весит, то лук режем максимально мелко, максимально мелко и максимально жестоко режем лук. Если же вы пришли в хорошем расположении духа, то лук можно вообще практически не резать. Вот так на две штучки вы разрезали и кинули сразу в кастрюлю. Да, друзья, кстати, заметил такую интересную особенность. После того, как я сделал себе лазерную коррекцию зрения, после этого я от лука практически вообще не плачу и не рыдаю. Не знаю, что со мной случилось, не знаю, как задели мои внутренние чувства эти врачи, но лук теперь у меня не вызывает ни слез, ни радости, ни горя, ничего вообще. Так, друзья, на очереди морковка. Я сделаю все, чтобы ее прикончить. Так, друзья, ну и на очереди у нас остается перец и помидорки. Режем их таким же способом, как и другие овощи, с помощью ножа. Друзья, что по поводу помидорок. Их мелко можно и не резать. Достаточно разрезать на 4 дольки, каждую полную дольку. И этого будет вполне достаточно, потому что этот вонючий помидор все равно расползется по всей сковородке. Все основные овощи для основного блюда мы порезали. Теперь все эти овощи мы будем вываливать на сковородку. Последний раз, последний раз, когда я ходил покупать сливочное масло, я решил купить самое крутое сливочное масло, знаете, которое есть как бы в американских фильмах, где они два раза пшикнуты сковородкой, так красиво у них это все получается, как будто бы и еда даже вкуснее получается. Я решил тоже попробовать взять и купить такое масло. Так что вы думаете, что я купил? Да, я купил что-то подобное вот с этой вот, вот с этой штучкой, с помощью которой можно пшикать. Но она пшикает не так красиво, как в американских фильмах. Смотрите, как она пшикает. Она пшикает, как маленький писюн какой-то просто. Ну смотрите, ну и что это такое? Мне вот это вот зачем? И сколько раз я так должен давить? Пока я буду давить, прышит уже сама приедет. Хрель какая-то, не берите. Так, друзья, ну как вы могли заметить, у меня газовая плита. И чтобы поджечь газовую плиту, как известно, необходимо спички. Но так как спичек у меня нет, у меня есть кое-что получше. И знаете что? Сейчас свет выключу. Смотри, где? Сейчас будем поджигать газовую плиту с помощью электрошокера. Так, давайте пробуем. Включаем плиту. Газ пошел. Опа! Так, ну теперь ждем 14 миллисекунд. И сковородка должна уже нагреться. Так, ну все, можно вываливать первую порцию. Все, чуть-чуть зашипело, уже маленько-маленько зашипело. Что по поводу помешивания? Не нужно, не нужно увлекаться помешиванием. Чуть-чуть так иногда для виду как бы помешали. А так надо, чтобы у нас маленько чуть-чуть все пригорело. Потому что все сгоревшее самое вкусное, как известно. Так, вот такой, вот такой фарш я всегда покупаю. Да, согласен, полностью с вами согласен, что выглядит он так себе. Выглядит он так себе и выглядит неаппетитно. Но как известно, самые неаппетитные вещи, самые неаппетитные, да, самые вкусные всегда. Как бы вот эта вот, какая-то бледная вот эта вот кашица какая-то. И хрен его знает, что с нее может получиться. Но получается из нее очень вкусный фарш. Так что советую. так что еще хочу пояснить кто-то кто-то при приготовлении фарша сначала кидает фарш а потом кидает овощи так делать не надо я считаю надо делать все по старинке как нас учили деды сначала овощи пусть чуть-чуть потомятся вот пошло дело маленькую же опа выпрыгнул выпрыгнула морковочка какая-то а после того как уже овощи маленько полежат сковородочки отдохнут и тогда уже можно закидывать фарш так смотрим мы видим видим вот эти характерные коричневые пятнышки которые появились на морковке на лучке и теперь самое время самое время закидывать помидоры и перчик пошло так тем временем тем временем нам необходимо поставить водичку для нашей лапшички включаем плиточку включаем ставим водичку а я так друзья смотрим как только как только мы заметили что вот эти помидорки начали превращаться в 90 летних стариков и сморчились сразу добавляем сюда фарш черт побери вот так вот вот так вот сначала можно даже фарш и пока не перемешивать пусть пусть он пока тут полежит отдохнет познакомиться со своими соседями после этого мы уже начнем перемешивать мы уже можем заметить как фарш дал нам вагинальные соки и сейчас в этих вагинальных соков все отлично здесь и приготовиться так друзья кто устал от старой советской лапши кто устал от старой советской вот такой вот толстой толстой которые лапша достигает в диаметре не знаю сантиметров 20 который вот уже вот здесь вот уже стоит то ваш выбор вот такая лапша вот такая лапша под названием борелла я ее сам сам недавно для себя открыл очень вкусная она очень тоненькая готовить конкретно эту лапшу конкретно эту лапшу нужно всего лишь четыре минуты она очень тоненькая такая нежная ваш ротик обволакивает она просто ласкает ласкает все ваши вкусовые рецепторы поэтому очень советую ну и после того после того как вы Вы попробуете вот эту лапшичку, она 100% вам понравится. После этого вы сразу же, сразу же заходите на мой видос, оставляете коммент, говорите, Сергей, спасибо за то, что ты открыл для меня такую вкусную лапшичку. Желайте мне здоровья, счастья и много денег. Так, вот наш фарш уже практически готов. И после этого, после этого я обязательно, обязательно добавляю ложечку, полторы томатной пасты. Да, наверное, такое количество фарша, даже полторы ложечки, но не переусердствуйте. Раньше, раньше я думал, чем больше томатной пасты, тем лучше, но оказалось, оказалось, это все не так. Один раз я переусердствовал с томатной пастой, и всю еду, всю еду пришлось выкинуть на помойку. Так что будьте осторожны. Ага, и весь этот процесс мы снова перемешиваем. Так, и осталось, осталось последние два штриха, добавить вот такие вот специи, которые у меня есть. Это для фарша понятно, много тоже сыпать не надо, так чуть-чуть, чтобы прям щепоточка, прям на кончик языка. Ну, а вот это, вот эта приправа, очень вкусная, вы можете добавлять хоть куда, хоть в мороженое. Она любое, любое блюдо делает более вкусным. Вот смотрите, какой красивый цвет, а! Ай, как вкусненько будет! Ой-яй-яй-яй-яй-яй! Прошастак будет, Рада! Фу! Это что такое? Так, ну после этого мы огонек убавляем, соответственно, и пусть это все постоит чуть-чуть, потомится, отдохнет. Так, ну и тем временем, тем временем у нас уже вода закипела, и добавляем нашу лапшичку. Я обычно ее не кладу всю целиком, всю вот эту длину, я ее ломаю. Мне очень не нравится, очень не нравится, когда лапша очень длинная. Кушать очень сложно, какой мазохист предпочитает такую длину лапшу. Ее в рот очень сложно запихать, пока ты ее всю в рот засунешь, уже, как говорится, и день подойдет к концу. Так что ломаем ее наполовинку, и этого будет достаточно. Так, лапшичка наша промылась, и прямо вот сюда мы ее в сковородочку и вываливаем. После этого мы все перемешиваем. Так, ну что, лапшичка наша готова, давайте-ка, давайте-ка попробуем. Оу, еей, бейба. Вот, вкусно. Специи вкусненькие. С солью угадал, ничего добавлять не надо, убавлять не надо. Так, ну что, друзья, основное блюдо мы прикончили, и теперь будем делать салатик. Легкий такой летний салатик. Что нам для этого потребуется? Нам потребуется, первое, молодая капуста, молодая, не старая, кукуруза, колбаса, и, конечно же, конечно же, четвертое, что? Что четвертое? Сухарики. Никогда я этот салат не делал, но там, где я его пробовал, обычно это какие-то свадьбы, какие-то мероприятия, праздники, всегда было очень вкусно. И я всегда клялся, прям себе клялся, что я обязательно, когда приду на следующий день домой, сделаю этот салатик. Но никогда не делал, дожил до своих сорока девяти лет, и вот время пришло, я считаю. Давайте попробуем сделать. Это чертов-чертов салат. В видосе на ютубе было сказано, что половину молодого кочана, девственного кочана, необходимо нарезать соломкой. Как резать соломкой, понятия не имею, но это не соломка получается какая-то, или соломка. Вот это соломка или нет? Вообще, для того, чтобы мне половину кочана этого весь нарезать, соломка, мне надо дополнительный отпуск на работе брать, чтобы я все это успел нарезать. А если мы вот так вот отцепи отставили чуть-чуть еще? Соломка же, ребят, вроде бы. Или соломка, это просто моя новая кликуха. Я очень надеюсь, очень надеюсь, что сегодня последний день в этом доме, когда готовлю я. И завтрашнего дня уже будет готовить прышица. Потому что мне это надоело все, надоело это уже. К черту это дерьмо. Капустку мы нарезали, теперь режем колбаску. Колбаску необходимо нарезать соломками, сейчас мы это и попробуем. Так, ну я нарезаю такой мини, прям мини соломкой. Можно говорить, прям соломкой-соломкой, но они будут в рот. Они будут в рот очень плохо помещаться. Так, друзья, вот мы нарезали капустку, нарезали колбаску. Теперь пришло время кукурузы. Кукурузу на самом деле беру самую дешевую. Хороший выбор, который стоит 12 рублей за 3 тонны. И как мне кажется, ничем не отличается от этой разрекламированной бандюэли. Или как они там называются? Еще и открывашечка такая модная, стильная, молодежная. Как только ее открыть теперь? Сколько ложек, не знаю. Делаю все на глаз. Которые порции указаны на видосе, это все фигня. Все неправда, как я считаю. Цвета такие красивые, насыщенные. Смотрите, я тенью изогрел. Ой, как красиво, а? Сейчас бы прям все съел. Так, ну и безусловно, какой салат, какой салат обходится без майонеза? Не знаю, у меня вот такой майонез уже лежит года 4 в холодильнике. Я думаю, самое время, самое время добавить его в салат. Вот так вот побольше. Майонеза вообще жалеть, в принципе, никогда не надо. Чего его жалеть? Все это перемешиваем. Сюда также необходимо добавить кириешки. Но мы кириешки будем добавлять уже в конце, когда будем непосредственно садиться и приступать к трапезе. Для того, чтобы кириешки не размокли. Этот салат с размокшими кириешками будет полное говно. Его можно будет выкинуть. Самое время придумать этому салату какое-то название. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какое название дать этому салату. Тут есть желтые нотки, есть зеленые нотки. Ну и такие коричневые, что ли, да? Какого цвета колбаса, хрен его знает. Выглядит очень аппетитно, очень вкусно, я уже считаю. Блин, ну вот, конечно, капусту надо было поменьше порезать. Вот это что? Вот это что за прутки? Как я ее должен съесть теперь? Так, ну что, друзья, всю еду, всю еду, которую я хотел приготовить, я приготовил. И теперь самое время, самое время бежать в ванную, принимать душ, мыть свои вонючие подмышки и ехать в Новосиб встречать прэшес. Поехали! Я думал, вышли меня встречать. Чао, бандына. Ну что, народ, погнали? Да, погнали. Вроде такая была машина, нет? Да нет. Не лошади. Че, сколько поездка будет стоить? Тысячу пятнадцать. Пятнадцать тысяч? Да. Это в одну сторону только? Да нет. В две? Сгибка. Не знаю, у меня денег нету, в мамы есть деньги? У меня откуда? Пенсионерка. Защита, сгалимая. Нам даже до болотного не хватит тогда. Так, друзья, проехали два с половиной километра и уже закончился бензин. Почему у нас через два километра закончился бензин? Можете как-то прокомментировать эту ситуацию? У нас не закончился бензин. Надо долить просто бензин. Через два километра бензин закончился и пока не знаем, что делать. Остановились покурить маленько. Заставляют меня ехать за рулем. Не очень хочется. Но есть большая вероятность, что мы вообще тогда не доедем. Перед поездкой решил маленечко коньячку выпить. И после этого можно и за руль, в принципе. Ну что, блины вкусные? Очень. Очень? Очень. Кто делал? А тут медведицы неподалеку, в лесу. Купили у нее. Она уже в машину залезла. Третьи сутки в пути уже. Четвертый. Мама уже четыре раза поспала, пока мы едем. Третьи сутки в пути. Ветер, камни, дожди. Все вперед и вперед. Рота прет, наша прет. Второй подбородок появился уже. К успеху идем. Второй подбородок надо еще заслужить. Так, друзья, сейчас встречаем уже Прэша. Сейчас должна выходить. И для того, чтобы ее легче было найти, я распечатаю ее фотографию. Мне кажется, так она быстрее нас найдет. Ждем. Это фотография с паспорта, если что. Так, Прэша только что экстренно позвонила и сказала, что ее сумки не могут найти на выдаче багажа. Пока не знаем, что делать, просто сидим, ждем. Ну, то, что ее сумки потеряли, я, в принципе, не удивлен на самом деле. Потерять две 25-килограммовые сумки очень легко и просто. Девушка, это вы? Это вы девушка? Это не Дуды. Привет. Что, они могут найти? Нет. А что так? Привет, привет. Я прям тебя не дождаю. Привет, привет. Вы должны идти там, чтобы сказать вот это. Заявление? Да. Что, она? Смотри, красиво, ну-ка. Такое, как надо было. Смотри, какая красивая. Почему ты так? Я у меня нормально. Я тебе красивую шапку купил. Я не буду носить. Эта шапка стоит, как чемодан твой. Я вообще не буду носить. Какой ты? Все, короче. Внутрь вот засунули. Ничего не маленький. Ё-моё. Вот это подарок сделал. Как ты искочился? Там ананасы мало. Конечно. Я не знаю, зачем ты взяла все это. Ты что, хватало? Сказал. Надо было одну сумку взять. Там за сутки ничего. Да? А я что, не знаю, когда найду? Когда надо. А почему? Что ты за сутки найду? Ну, за сутки не факт, за сутки не факт. Найти-то найду-то, пока сюда его пришлют. Я же говорил, Прэша, что тебе понравится шапка. Нет. Хороший шапка, в шапках и в тапочках. Живи во мне по дыханию моим. Дай каждый день ходит путем твоим. И даже если... Чего снимаете? Убираете руку? Давай, бой, бой, давай. Быстро. И даже если горы нифига я стоят. И если в воде моря не разделяются. Бороды мои. Мое ты основание. Ты крепкая скала. Доверять, доверять буду я в тебе. Молодец. Добрались, наконец-то мы до дома. Приехали из Новосибирска в Томск. Время 2 часа ночи. Поездка была достаточно трудно и изнуряющая, так как обратно пришлось ехать по темноте. Слава богу, добрались в целости и сохранности. Но без приключений, без приключений, как обычно, не обошлось. Когда мы пришли встречать Прэшу в аэропорту, она позвонила мне и сказала, что Сергей, все хорошо, я уже стою на выдаче багажа и скоро буду. Я был очень удивлен тем, что с Прэшу ничего не случилось. То есть она не потеряла багаж, она не разбила телефон, она не потеряла телефон, она ни с кем не подралась в самолете. Никаких происшествий совершенных. Все чинно и все благородно. Но я знал, что пока я не увижу Прэшу со всеми ее вещами и багажом, выводы делать еще рано, еще рано. И я был прав, и я был прав. Через 20 минут Прэшу перезванивает мне и говорит, Сергей, а моего багажа-то и нету. И я, так сказать, выдохнул, выдохнул с облегчением, что вот, наконец-то, наконец-то что-то, что-то произошло. То, что должно было произойти, ну, потому что без приключений никак. И произошел еще час, час простояла, прождала на выдаче багажа, но багаж в итоге не нашли. И написали заявление об утере багажа. Не знаю, как можно было потерять два 25-килограммовых чемодана. Но там, где мы уже писали заявление о том, что мы потеряли багаж, нам сказали, что ваш багаж, скорее всего, в Дубае. Происшествует тело через Дубай, и багаж где-то там затерялся. Мы завтра им позвоним, завтра позвоним в аэропорт, и они должны уточнить, где багаж и когда багаж привезут нам в Томск. Вот такие дела, вот такие приключения нас поджидали, как оказывается. Ну, главное, главное, что все живы, все здоровы, вещи можно и купить. Такие дела, два часа ночи, будем собираться спать, и будем спать, наверное, часов 12, до обеды так точно. Ну, и уже видимся завтра, уже видимся завтра. Всем пока. Пробуйте, неделю ушло для того, чтобы я приготовил все это. Ох, салат такой красивый, яркий, блин, конечно. Че? Очень вкусно. Ааа. Ладно. Кого шучу? Мне вкусно. Вкусно. О, вау, салат. Вкусненько, да? Никогда такого мы не готовили. Это я придумал. Это точно вы придумали, очень вкусно. Это мой авторский салат. Никто такого не делал еще. Как хорошо, что я последний раз готовил в этом году. Да? Посмотрим. Все, больше не буду готовить, хватит. Два с половиной месяца готовил, я очень устал. Два с половиной? А сколько? Два. Два с половиной. Два месяца, 50 дней. 21 сегодня. Вот, это не половина. Почти половина. Почти. Поэтому теперь вся кухня в ваших руках. Я вам полностью доверяю, что происходит на этой кухне. Прэшес выезжала из Замбии с пятью сумками. В итоге приехала с двумя сумками. Как такое возможно вообще? Вы мне скажите. Что? Что такое? Что не так с вами? Все такое. Все хорошо со мной. Я не... Так, ну ладно, ребят. Вот такие стричины, вот такие стричины произвели. Больше никуда никогда не поедем ни на каком самолете. Ни с какими сумками, а если полетим на самолете, то максимум с какой-нибудь маленькой-маленькой сумочкой, с кошельком и все. Больше никаких вещей. Ну а вы были на канале Кофе с молоком. Подписывайтесь на канал. Ставьте лукасы. Ну всем пока, говорите. Всем пока.